книга открытым оком тема ереси секты вопрос 992 как вы относитесь к эрла штегеном и книги пробуждение начинается с меня отвечает игнать их начала это не православный проповедник у нас таких и в помине нет все что выходе выходила не я читал и скажу что все хорошее просто на душе остается горечь обиды что наши слепые пастыри ничего этого не видят а их уста наполнены горечи и злословия против любой евангельской проповеди эти слова полностью сбылись на православных священниках лука 11 глава 52 стих горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящих вас вас препятствовали я чрезвычайно люблю проповеди ярла пести и являюсь их ревностным распространителем думаю что православие такой проповедник явись он сейчас ни в чем не укоряемый исполняющий все церковные каноны но только за такую чистую евангельскую проповедь он будет изничтожен своими собратьями московская патриархия благодаря сергианству полностью переродилась в образ своих основателей хозяев коммунистов они могут только не пущать хватать и сажать это я от них испытываю 40 непрерывных лет например я приезжаю в новокузнецк у меня там знакомый священнослужитель приезжавший несколько раз ко мне в барнаул и приобретший у меня магнитофонные записи едва мы с ним поздоровались как из церковного дома знакомая ему прибежав уведомила что настоятель только что звонил в милицию сообщил что приехал игнатий чтобы его забрали настоятель близкий родственник отцу николая вайтовича отца николая вайтович диакон хватает меня за руку бегом тащит к забору отодвигает доски мы бежим через улицу это же самая ситуация повторялась со мной и во франции во фрунзе и в одессе и в москве ко мне претензии у церковных какие ко мне претензии у церковных служителей если я у них исповедуюсь и причащаюсь на каждый из на каждой исповеди они трясут мою душу как старую грушу и каждый раз вопрошают признаю ли я почитаю ли божью матерь святые иконы я им доказываю прикладываясь к иконе они не верят они одержимы завистью марка 15 глава 10 стих ибо знал что первые священники предали его из зависти римский прокуратор знал о их зависти ко христу они про себя не знали что у них зависть ко христу какая страшная вещь горькая зависть ирла штеген находясь находись он в православии принес бы громадную пользу по евангелизации прихожан сравнивая с библией то что творится в наших православных храмах я старался помогать настоятелю отцу николаю вайтович у искоренять недоброе но позже один один человек подсказал мне ты разве не видишь что то на что ты им указываешь они берут под особую охрану и прилагают все усердие чтобы не допустить исправление я убедился что это действительно так священники меня все время упрекали какое ты имеешь право проповедовать будучи мирянином отец николай вайтович постоянно подсовывал мне правила канон карающий любого кто огорчит священнослужителя о том что миряне не только могут но и должны проповедовать давать читайте в нашей книге к истинному православию в разделе о благовестии профессор владимир филимонович марцинковский помогал священнослужителям они облачали его в подрясник и он проповедовал но его выдавили из православия хотя он до конца жизни своей в душе был православным притча 14 глава 30 стих кроткое сердце жизнь для тела а зависть гниль для костей и крестьяста 4 глава 4 стих видел я также что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть и это суета и томление духа языки ли 35 глава 11 стих зато живу я говорит господь бог поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей какую ты выказ какую ты выказала из ненависти твоей к ним и и явлю себя им когда буду судить тебя деяния 5 глава 17 стих первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саду кейской исполнились зависти деяния 13 глава 45 стих но иудей увидев народ исполнились но иудеи увидев народ исполнились зависти и противоречий и злословия сопротивлялись тому что говорил павел якова 3 глава 14 стих но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не лгите на истину якова 3 глава 16 стих ибо где зависть и сварливость там не устройство и все худое 1 петра 2 2 глава 1 стих и так отложив всякую злобу всякое коварство лицемерие и зависть и всякое злословие филиппийцы 1 глава 15 стих некоторые правда по зависти и любоприению а другие с добрым расположением проповедует христа титул 3 глава 3 стих ибо и мы были никогда несмысленны непокорны заблудшие были рабы по похоти и различных удовольствий жили в злобе и зависти были гнусны ненавидели друг друга живая проповедь чистая без всякой примеси очень редкое явление в православии и об этом надо молиться матфея 9 глава 38 стих и так молите господина жатвы чтобы выслал делателей на жатву свою в другой записке вопрос как раз по этой теме как человеку можно узнать о самом себе обладает ли он чувством зависти как и как ее отличить от других грехов отвечает игнать тихоныч лапки зависть можно определить если знаешь что такое любовь 1 коринфянам 13 глава 4 стих любовь долго терпит милосердствует любовь не завидует любовь не провозно не превозносится не гордится в народе это определяется так один сосед радуется что у нас у соседа отелилась корова и тот начинает избывать нужду другое напротив радуется только тому если у соседа сдохла корова теперь он такой же как я бедный и мне хорошо почему родные братья иосифа завидовали ему деяние 7 глава 9 стих патриархи по зависти продали иосифа в египет но бог был с ним почему саул завидовал славе давида и гонялся за ним чтобы убить его потому что давида любил бог и любили люди 1 царств 18 глава 7 стих и восклицали игравшие женщины говоря саул победил в тысячи а давид десятки тысяч и саул сильно огорчился неприятно было ему это слово и он сказал давиду дали десятки тысяч а мне тысячи и мне достает только царство но если бы не давид одержавший победу над голиафом то саула никто не прописал в этих тысяч завистник не может терпеть когда кто-то рядом с ним когда у другого лучше чем у него и смертельно ненавидит завистник того кто хотя бы на шаг продвинулся вперед его родоначальник зависти дьявол премудрость соломона 2 глава 24 стих но завистью дьявола вошла мир смерть и испытывает ее принадлежащие к уделу его все завистники будут в аду почему первые священники завидовали христу они не могли терпеть того что народ отворачивается от них а популярность христа растет и они подписывались подыскивались под него день и ночь лука 11 глава 54 стих подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его чтобы обвинить его не сектанты не коммунисты так не подыскиваются под мой под мои проповеди выискивая в них криминал как православные священнослужители стоило мне сказать отцу борису пивоварову что надо учить народ а то бабки как слепые только знает целовать иконы на стенах и брать и бродят вдоль стенки как он тут же написал трактат в девяносто шесть страниц игнатий иконоборец относительно зависти проверять себя очень легко радуешься ли ты видя успеху другого что у другого сын воспитание а дочь красивее чем у тебя что у другого больше достаток его уважают больше чем тебя думаю что 9 из 10 зависти существующей в мире находится в среде священнослужителей они подсиживают друг друга чтобы самим продраться вперед якого 3 глава 14 и 16 стих но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не лгите на истину ибо где зависть и сварливость там не устройство и все худое зависть не преследует ни уголовным а зависть не преследует ни уголовным ни гражданским кодексом а она является матери убийства за ней идет все худое во всем государстве завистливый человек желчный радость его совершенно обращается успехами другого и она совершенно терпит когда друг и она совершенно терпит когда другого любят больше чем его